Пограничное расстройство личности и синдром дефицита внимания и гиперактивности у взрослых. Как их отличить? Пограничное расстройство личности – это эмоциональная нестабильность. Синдром дефицита внимания – это совсем другое врожденное состояние. У этих двух состояний есть некоторые общие точки пересечения, есть сходные симптомы, о которых мы как раз сегодня и поговорим. Но также есть и отличия, достаточно принципиальные и видимые профессионалу, специалисту, которые как раз позволяют поставить правильный диагноз. И важно как раз разделять эти состояния, потому что, например, фокус психотерапии и проблемы, с которыми сталкиваются люди с этими состояниями, совершенно разные. Могут ли эти состояния встречаться вместе? Об этом мы тоже поговорим в этом видео. Меня зовут София Роттермель, я европейский лицензированный врач и психотерапевт. Уже пять лет я веду для вас свой канал на YouTube, который уже получил серебряную кнопочку. Если вы еще не подписаны, обязательно, друзья, подписывайтесь на канал, потому что видео выходит два раза в неделю. Мы разбираем различные состояния, диагнозы, самопомощь, лечение, медикаменты. Последние темы также у меня были посвящены биохакингу, различным биологически активным добавкам для мозга. Поэтому надеюсь, что вы тоже найдете для себя здесь полезный и интересный контент. Итак, давайте вспомним диагностические критерии пограничного расстройства личности. У меня на канале уже был большой цикл видео на эту тему. Ссылочка сейчас появится как раз здесь на экране. И кто не смотрел, обязательно посмотрите. А для того, чтобы мы поставили диагноз пограничное расстройство личности, нам достаточно двух критериев из пяти ниже перечисленных. То есть это состояние, которое не требует каких-то сложных вот таких вот диагностических критериев. Если два из пяти есть, все, можно считать уже это состояние более-менее подтвержденным. Во-первых, это нарушение самоидентификации. То есть человеку сложно ответить на вопрос, кто я, куда я иду, чего я хочу. Сложно определить внутренние цели, внутренние предпочтения. Это могут быть мучительные поиски себя, сложности с целями. Это пробование различных субкультур, принадлежности к различным организациям. Второй диагностический критерий – это склонность к нестабильным отношениям с частыми эмоциональными кризисами. Я бы вообще сказала, что вот такое пограничное или эмоционально нестабильное расстройство личности, оно как раз и завязано в основном на таких турбулентных отношениях. Третий диагностический критерий – это усилия и манипуляции, чтобы не остаться в одиночестве. То есть часто бывает, что люди окружают себя вот какими-то контактами только для того, чтобы, например, во время кризиса было кому позвонить. Сложно отпустить человека. Встречаются манипуляции вот такого рода, что если ты уйдешь, я что-то с собой сделаю. Четвертый диагностический критерий – самоповреждение. У 80% людей с пограничным расстройством личности присутствует самоповреждение. Но мы рассматриваем в виде самоповреждающего поведения не только прямое поведение, в виде, например, порезов или причинения себе вот такого физического вреда. Но также это и употребление психоактивных веществ, также, например, это расстройство пищевого поведения, это также какое-то рискованное поведение, то есть вот то, что может привести к каким-то последствиям для здоровья. И последний диагностический критерий – это ощущение внутренней пустоты. Вот этот критерий очень интересный, потому что люди описывают его по-разному. Это все время какая-то душевная боль, это хроническая депрессия, это отличие себя от других людей, это вот такая вот постоянно внутренняя болящая рана. Вот есть разные эпитеты. И также, конечно, для людей с пограничным расстройством личности характерны вспышки агрессии, импульсивность, сложности в оценке своих действий или бездействия и прокрастинации. А у СДВГ, у синдрома дефицита внимания и гиперактивности, в свою очередь, тоже есть четыре направления симптомов. И об этом мы с вами говорили в прошлом видео, ссылочка тоже сейчас появится наверху. Мы говорили, что это как раз по определению, да, дефицит внимания – это гиперактивность, импульсивность и эмоциональная дезрегуляция. И вот кто внимательно слушал, друзья, что же мы здесь видим? Мы видим, что два направления пересекаются точно. Во-первых, это импульсивность, которая присутствует и при пограничном расстройстве личности, и также присутствует при синдроме дефицита внимания и гиперактивности. Импульсивность может проявляться совершенно разными способами. Во-первых, это, конечно, компульсивное переедание. И при пограничном расстройстве личности в такое переедание вписывается еще и в неустойчивую картину себя, и в самоповреждающее поведение. И вот как раз, например, булимия, это я на людях, да, хорошая, правильная девочка, которая мало кушает, вообще имеет такой идеальный вес, а вот когда я одна дома, да, то я выпускаю всех своих демонов. Это очень подходит в эту концепцию. И вообще расстройства пищевого поведения также укладываются и в концепцию самоповреждения. Потому что, да, если мы знаем булимию с индуцированной рвотой, с употреблением различных слабительных, конечно, это тоже самоповреждение. Еще одно проявление импульсивности это употребление психоактивных веществ. При пограничном расстройстве личности это тоже часть картины самоповреждения. Употребление психоактивных веществ возникает, чтобы заглушить внутреннюю боль. Это часть ухода и избегания именно внешнего мира. А при СДВГ употребление психоактивных веществ это как раз поиск вот этих вот недостающих нейромедиаторов. Мы знаем, что как раз практически весь синдром дефицита внимания и гиперактивности завязан на том, что нейромедиаторов меньше. Меньше серотонина, меньше дофамина, меньше норадреналина. И человек как бы ищет постоянно, да, вот как бы себя простимулировать и все время ищет какие-то способы получения удовольствия. И поэтому при СДВГ вообще зависимости вырабатываются очень быстро. У кого-то это может быть зависимость от алкоголя и наркотиков, у кого-то от еды, у кого-то от отношений или спорта, например, тоже встречается. Еще одно проявление импульсивности это азартные игры, да, вот как чистая импульсивность, наверное. И еще следующее направление вот в импульсивности это склонность к риску в целом. То есть вот вообще рискованное поведение, да, я всегда и людей, которые имеют подозрение на пограничное расстройство личности, и людей, которые имеют подозрение на СДВГ у взрослых, всегда спрашиваю, склонны ли вы к какому-то рискованному поведению, рискованным видам спорта. Да, это, например, может быть езда на большой скорости, это могут быть мотоциклы, прыжки с парашютом, различные виды, может быть, другого экстремального спорта. Но, опять же, такой критерий, который характерен для многих, но не для всех. Также этот критерий зависит от воспитания, потому что если человек изначально может и хотел бы заниматься, да, какими-то рискованными видами спорта, но семья такова, что его все время ограничивали, выработалось, да, уже какое-то такое предубеждение вот к риску, и человек не идет, хотя ему всегда этого хотелось. Еще одно направление импульсивности это компульсивный шопинг, вот траты денег без контроля. И часто люди говорят, что как только приходят деньги, то вообще не понимают вообще, куда они делись, как они исчезли из кошелька. Сложно что-то накопить. Это еще и отражение общей дезорганизации, которая присутствует тоже и при пограничном расстройстве личности, и при СДВГ. И импульсивные решения, которые касаются тоже совершенно разных сфер жизни, да, например, касаются отношений, работы, учебы. В отношениях человек может, например, говорить все, хлопаю дверью, мы расстаемся, или с завтрашнего дня меняю работу, или человек может сказать все, со следующей недели я вообще меняю специальность, полностью меняю свою жизнь, или куда-то переезжаю. И вот при пограничном расстройстве личности мы видим, например, такие парасуицидальные действия, парасуицидальные решения, когда люди рассказывают, например, что вообще в этот день не планировали что-то с собой делать, да, предпринимать какую-то попытку самоубийства, но вот вдруг наглотались таблеток, да, или вдруг порезали руки. То есть вот такая вот сиюминутная вспышка. И, конечно, здесь надо обязательно упомянуть и импульсивные конфликты, потому что вот именно эти импульсивные конфликты приводят людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности в места не столь отдаленные. Люди с СДВГ чаще встречаются в тюрьмах, чем люди с пограничным расстройством личности, хотя вот спектр расстройств личности среди заключенных тоже достаточно интересен. То есть это может быть и антисоциальное расстройство личности, и пограничное расстройство личности, потому что очень сложно вот так вот импульсивно в моменте оценить свои действия. И такие люди потом, когда уже что-то, да, произошло, какой-то конфликт, какое-то событие, такие люди часто говорят, что я вообще сам не понял, как это произошло. То есть вот как будто туман какой-то нашел. Вообще это называется совершить, да, преступление в аффекте, но это вот такая вот импульсивность, которую тоже человек не контролирует. Вторая общая черта у пограничного расстройства личности и у СДВГ, у взрослых, это эмоциональная нестабильность, да, или эмоциональная дезрегуляция. Вот при ПРЛ вообще все расстройство на этом завязано, потому что оно правильно так и называется, да, эмоционально нестабильное расстройство личности или пограничное расстройство личности, эмоционально нестабильный тип. Это перепады настроения в течение дня, а также эмоциональные кризисы, эмоциональные ямы. Вот что это означает? Люди с пограничным расстройством личности часто обращаются якобы с какой-то хронической депрессией. Но потом на консультации мы выясняем, что это состояние длятся менее двух недель. То есть они формально не отвечают диагностическим критериям обычной классической депрессии. То есть они длятся, возможно, несколько дней, вот такие вот кризисы. Или около недели, или вообще полдня. И они возникают в ответ на какие-то триггеры. Триггерами являются в основном ситуации, которые связаны с другими людьми. Связаны с отношениями, с общением. То есть чаще всего это самые близкие люди. И человек все время в этом крутится, вот в таких вот турбулентных отношениях. И после какой-то очередной ссоры он проваливается вот в такой эмоциональный кризис, который длится, например, полдня, или длится несколько дней, или длится неделю. Из него очень сложно выходить. И при этом при пограничном расстройстве личности кажется, что вот вся жизнь состоит из депрессии. Но это не такая константная клиническая депрессия. Вот именно то, что мы подразумеваем под депрессией. А это такая череда, цепочка эмоциональных ям, эмоциональных кризисов. Приезды ВГ сейчас тоже активно обсуждаются такое направление, как эмоциональная дезрегуляция. Это тоже перепады настроения в течение дня. Но тем не менее они не достигают вот такой степени тяжести, такого надрыва, да, как при пограничном расстройстве личности. Все-таки вот такие перепады не ведут к тому, что человек начинает заниматься самоповреждением, или у него появляются суицидальные мысли. Потому что при пограничном расстройстве вот эти кризисы сопровождаются сильнейшей самокритикой, чувством вины, самобичеванием. И вот это уже ведет к такому дисфункциональному поведению. Но при СДВГ зато есть перепады, именно связанные, опять же, с внешней вот такой вот чувствительностью. Потому что мы с вами говорили, да, что СДВГ это особенность нервной системы. Поэтому люди с СДВГ быстро загораются, могут вот несколько часов, да, провести очень активно, выплеснуть свою энергию. И потом очень быстро вот как шарик сдуваются. И вот это сдувание шарика, да, может проявляться тем, что энергии нет вообще. Вообще вот типичная ситуация, которую мне рассказывают многие люди с СДВГ, что они пошли, допустим, на какую-то вечеринку, на день рождения, были в центре внимания, тусили, зажигали, то есть веселились. И потом пришли домой, и вот несколько дней просто лежали в лёжку, да, никого не хочется видеть, ничего не хочется. Всё, энергии нет, да, 2-3 дня вот просто люди восстанавливают свои силы. Очень типично. И ещё одна общая черта у пограничного расстройства личности и синдрома дефицита внимания гиперактивности – это дезорганизованное поведение. Несмотря на то, что это не официальный критерий, этого нет в официальных классификациях, но тем не менее, вот по клиническому опыту я могу сказать, что это встречается достаточно часто при обоих состояниях. Что такое дезорганизованное поведение? Это означает, что такое поведение предиктовано сиюминутными потребностями, что у человека нет понимания, как действовать в рамках своих каких-то более высоких целей, долгосрочных целей, например. То есть вообще ощущение себя в этом мире, ощущение вот какого-то плана на день, да, планирования времени. То есть вот такой человек встаёт, и он не понимает, что ему даже делать с утра. То есть ему что-то съесть, ему позвонить друзьям, пойти погулять или засесть за какое-то задание, если оно есть, засесть за учёбу. То есть вот это очень сложно, возникает такой хаос. При пограничном расстройстве личности это отражение в том числе, опять же, нестабильной картины себя в целом. То есть человеку вообще сложно вот понимать, какие его цели, куда он идёт, и отсюда, конечно, следует непонимание, о чем мне заниматься конкретно сейчас. И люди тратят своё время просто на какие-то вот пустые действия, да, например, на компьютерные игры, на лежание в кровати, просто на сидение в компьютере, вот на еду, да, то есть вот на такие вот действия. А при СДВГ вот такая же дезорганизация, но она является следствием, с одной стороны, да, дефицита внимания, потому что сложно воспринимать время. Вот у людей с дефицитом внимания существует только две категории времени, сейчас и потом, вот то, что не сейчас. И поэтому то, что не сейчас, его очень сложно спланировать, куда-то включить сейчас своё время, сложно ставить приоритеты, сложно доводить дела до конца. И у человека также присутствует какое-то общее разочарование в себе и скука, такая вот глобальная-глобальная скука. И фактически вы видите, что проявления, да, и такой дезорганизации при пограничном расстройстве личности и при СДВГ могут быть очень похожи. То есть это сбитый режим дня или его отсутствие, то есть когда люди очень поздно ложатся, где-то под утро, да, вот много пациентов у меня ложится под утро, и они потом встают в середине дня, то есть сложно вообще понять, что делать дальше. Сложно как-то стабильно поддерживать учебу или работу, сложно стабильно поддерживать вообще какие-то процессы в жизни. Вот действительно могут быть такие вот дисфункциональные очень случаи. И давайте ещё обсудим, в чём же разница между пограничным расстройством личности и СДВГ. Ну, во-первых, разница связана очень сильно с мотивацией, с которой приходят люди на консультацию. Всё-таки при пограничном расстройстве личности люди обычно приходят с таким хаосом в жизни, но он ещё очень завязан на отношениях. Это также эмоциональная боль, это чувство отличия себя от других людей. Мы очень часто при пограничном расстройстве личности обнаруживаем эпизоды насилия в детстве, то есть это может быть насилие любого рода, эмоциональное, сексуальное, физическое. Также это могут быть ранние беспорядочные половые связи, что очень часто бывает у людей с пограничным расстройством. И в целом очень турбулентные отношения, много отношений в непонятном статусе. Также это могут быть абьюзивные отношения, очень такие дисфункциональные созависимые отношения, в которых люди находятся. И вот на консультациях отношения при пограничном расстройстве личности вообще это одна из главных тем. Очень редко бывают исключения при таком тихом пограничном расстройстве, что у человека вообще нет отношений. Он ведёт такой затворнический образ жизни, такое тоже встречается. Но чаще всего это в основном турбулентные хаотичные отношения. Сложности разобраться в себе, найти себя, сложности вообще как-то построить свою жизнь. А вот люди с СДВГ, они приходят немножко с другой мотивацией. То есть отношения не играют такой доминирующей роли в группе жалоб. И часто даже вот я замечала, что у людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности всё равно присутствуют такие достаточно хорошие стабильные отношения в жизни. Стабильный партнёр. И в общем-то в этой сфере всё хорошо. То есть нет вот такого надрыва, такой эмоциональной боли. Вот этих вот игр ближе дальше, как при пограничном расстройстве личности. И такой человек, придя на консультацию, он говорит, что он не может нормально себя организовать. Он не может нормально учиться, работать. То есть ему хотелось бы ставить долгосрочные цели, но он не может. Он не может найти себя из-за вот таких вот быстрых разочарований. И вот как-то интуитивно человек понимает, что, наверное, это как-то связано с самоорганизацией, с дефицитом внимания. И поэтому очень важна, друзья, вот такая личная консультация специалиста, который не просто, да, вот как анкета, посмотрит по диагностическим критериям обоих направлений, но ещё и сделает выводы из этого, который проанализирует оба направления и поймёт, да, что всё-таки доминирует. Что больше мешает в жизни? И вы можете записываться на такие консультации ко мне, первичные консультации, на которых я провожу диагностику, где я сдаю самые разные вопросы, касающиеся жизни, да, всей жизни, всех аспектов. Смотрю всегда на человека в комплексе в целом, не выдирая какие-то симптомы из контекста. И также расписываю схему лечения, если это необходимо. И такой ещё вопрос, конечно, могут ли эти состояния, пограничное расстройство личности и синдром дефицита внимания и гиперактивности, встречаться вместе. Конечно, могут. В медицине может быть всё, и это вот тоже такая частая ситуация. Например, пациентка с доминирующим пограничным расстройством может иметь и дефицит внимания, да, молодая девушка, это нередкая ситуация. Или наоборот, да, мужчина с ПРЛ, с пограничным расстройством, но это встречается гораздо реже изначально, но тем не менее у него дополнительно ещё, конечно, могут встречаться и симптомы гиперактивности. Всё возможно в медицине, да, то есть любые комбинации. И, друзья, пожалуйста, пишите свои вопросы, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь также в Инстаграме, потому что там я опубликую тоже часто сториз интересные, какие-то обсуждения, интервью. И здесь вы как раз на экране видите ссылочку на видео об СДВГ простыми словами, которое поможет вам понять вот такие самые-самые базовые основы СДВГ, как его диагностировать, что может натолкнуть на подозрение диагноза СДВГ у взрослого человека.